Девушки отдыхают Ну ладно, ладно. Может, пойдём поколотим пару бандиганов? Хотя бы одного. Ну, пожалуйста, я прошу. Ну давайте, ну просто покатаемся, ну вот что-нибудь. Да, он в тяжёлом состоянии. Братцы, подумайте. Послушайте меня. Если так тихо, значит, наш карась что-то замышляет. Я прав? А раз так, то наш священный долг, как настоящий герой, вывести его на чистую водичку. Да, он прав. Так поехали. Врыбаем рот! Одну минуточку, Винсент. Чарли сказала, байки ещё не готовы. Она слишком дотошная. По звуку так полный порядок. Разумно. Я за. Ну, хотя бы узнаем, что задумал Лимбургер. Кстати, шпаклёвка кончается. Эй! Дорога настоящим героям, дорогожа! Мы собираемся надрать пару плутурганских задниц. Подождите! Нет! Вернитесь! Я не успела установить на байке оружие! Слишком тихо. Хотя... Уж пара-тройка бандюганов в Чикаго всегда найдётся. Да, разминка закончена, кровяное давление повышается. Поехали! Моя очередь, топая бока. Так... А, это что? Подстава! Где мой лазер? У меня крюка нет. Выброс цепи. Чёрт! Эй! Мамочки, наши байки впрямь не готовы. Плохи дела, братцы. Мыши байкеры с Марса. Рыцари-байкеры круглого стола. Часть первая. Автор сценария Глэм Леопольд. Продюсеры Боб Хэчкок и Том Татаранович. Режиссёр Том Татаранович. Вольный стиль номер девять. Едем, господа. А, блин, мы так старались. Рыбка снова уплыла. Глядите-ка. Леймбургер оставил нам на прощание презент. Берегитесь, братцы. Наверняка это танчос в лаборатории. Братцы, Харбункул запустил свой транспортер. Неудивительно, что, вонючке, не до нас. Он занят добычей руды. А, нет, мы попали под перекрёстный огонь. Что может быть круче? Эй, умники. У вас же нет оружия. Да, от неё ничего не скроешь. Ребята, сваливаем. Братцы, они уходят. Мой байк. Я такое им устрою. Дорогуша, всё будет хорошо. Ай, блин. С корнеплодкой и хот-догами пора заканчивать. Не понимаю, что произошло. Пойду посмотрю, что с байками. Интересно, а где бандюганы? А мне интересно, где мы? Где бы мы ни были, Леймбургер здесь уже поработал. Такие же куски породы были на транспортере. Эй, братцы, смотрите-ка. Круто, ты нашла способ установить оружие. И даже внесла некоторые усовершенствования. И всё ради того, чтобы уберечь вас от неприятностей. Милые, мы герои. Мы живём ради неприятностей. Кажется, мы попали на планету огромных магнитов для холодильника. Но, по-моему, они похожи на... На очень злые магниты. Какие странные скукоды на колёсах. Должно быть, это приспешники мерзкого оборона. Вы совершаете большую ошибку. Эй! Эй! А ты боевая девка. Это кто тут девка? Мужики. Я гляжу, им всё мало. Дракон идёт. Дракон? По-моему, обычный плутокеанский экскаватор. Мне ли страшен ни человек, ни зверь? Мечи, драконы. Что-то всё это уж очень сильно смахивает на среднее... Ланселот, вернись! Ланселот? Боже мой, я так и знала. Его надо спасать. Ты что знаешь этого железного дровосека? Эти парни-рыцари. Мы в средневековье. Мы вернулись в прошлое. Ну, тогда применим тактику X, X, Y. Пошли, братцы. Эй! Вы слышали, что он сказал? Я боевая девка! Отлично. Тогда до скорого свидания. Смотрите-ка, ещё одна ходячая банка сардинь. Ну, спокойной ночи, рыцари. Пока! А это что? Откуда они взялись тут? Рыцари должны уметь летать. А вы видели, как летают драконы со скалы? Пока, мышки! Счастливо искупаться! Запускаем ракеты. О, нет. Мамочки, кажется, мы немного поторопились хвалить Чарли. Экскаватор сработал на пять с плюсом. Босс, мыши превратились в водяных крыс. Утром он об этом крупно пожалеет, клянусь. Эй, толстый, спасибо, что подвёз. Ну, ладно, суслики, на этот раз пощады не ждите. Ох, я вас сейчас! Ух, я вас сейчас! Ой! Ой, ну почему я окружаю себя эволюционными инвалидами? Поехали, поменяем ему масло. Только сначала придётся пообщаться с соседями. Что, в прошлый раз не наобщалась? Ну ладно, медленно зад. Ещё один шаг и... Тебе бы была честь спасти мою жизнь, воин. Ну да, это моя работа такая. А вы тот самый сэр Ланселот, друг короля Артура? Мы рыцари круглого стола. К вашим услугам, моя прекрасная дама. Сожалею, что дракон съел ваше прелестное платье. Что? Слышь, Ланс, ты ухаживай лучше за своей лошадью. Войни, вы победили дракона, который пожирал нашу землю. Это нужно отпраздновать. Вы поедете с нами в Камелот? Камелот? Честное слово, босс, я не виноватый. Чумазой, ты запачкал гобелен. Извиняйте, босс. Я сейчас выйду с этим большим полотенцем. Ой, ой, шершавая. И кто вешает полотенце на... стенку? Скажите, босс, когда мы уже вернемся в Чикаго? Скоро? Как только выполним свою секретную миссию чурбания тесаной, Лутарк нуждается в оловоносной руде, которая, к несчастью, встречается только в промозглой древней Англии. Фу, даже черви здесь. Рачивные на вкус. Хорошая новость, ваша прогорклость. Автоматическая система ремонта транспортера времени устранила повреждения, нанесенные проклятыми мышами. Она снова работает. Прилассно. А что касается мышей, то они неизбежно появятся здесь вслед за нами. Но я захватил в прошлое кое-что, чего у них нет. Чрезвычайно мерзительный рыбный запах, босс. Нет, мой славоохотливый доктор. Бензин. В древней Англии нет автозаправок и нефтеперерабатывающих заводов. В конце концов, у мышей просто-напросто кончится бензин. Члены королевского двора. Король Артур. Повелитель всей Англии. Королева Геневра. Знакомьтесь, это благородные победители дракона. И леди Чарли. Снимите шлемы и поклонитесь королю и королеве. Это не очень хорошая мысль. Вы должны чтить законы королевства. Надеюсь, они это выдержат. Господи, Пресвятая Мария Мардолина, кто это? Не бойтесь этих смелых воинов. Просто их заколдовала злая ведьма. Ведьма? Черта с два! И превратила их в гигантских мышей. Ужасная участь. Во мне ничего ужасного нет. Мэрилен, ты мой придворный маг. Нет ли у тебя зелья, чтобы их расколдовать? Ей-богу, я попытаюсь, милорд. Странно, я две недели собирал эту пыльцу с крылышек голубых эльфов. Это не важно, заколдованы они или нет, они победили дракона. А поэтому являются нашими дорогими гостями. Объявляю грандиозный пир. Несите корнеплодку! Корнеплодку? Что такое корнеплодка? Блин, вот уж действительно темные времена. Ну, карбонкул-транспортер заработал. Уже скоро, ваше пущеглазие. Пролясно. Ко всему прочему, бурильный злом-то обнаружил самое крупное месторождение чистейшего олова во всей Англии. Прямо под замком, известным как Камелот. Камелот, как все удачно складывается. Руда лежит и ждет под замком Камелот. А выполним работу... Не будет Камелота! Тра-ля-ля, тра-ля-ля, ля-ля-ля. Это байкерский рай. Да, братец, здесь все такие грубые и неотешенные. Вот это по-нашему! Это что, настойка из грязных носков? Есть корнеплодка? Корнеплодка? Никогда прежде не слыхала о таком напитке. Пошли, старик, веди меня на кухню, займемся делом. Ужас! Я совсем не так представляла себе пир в Камелоте. Да? Почему? Сама не знаю. Удивительно! Как передвигается этот странный жеребец. Двигательное заклинание номер семь? Почти. Двигатель внутреннего сгорания. А в качестве горючего используется бензин? Дурацкое платье. Бензин? Да, и он почти кончился. У вас, случайно, нет запасов? Нет, но я сведущ в алхимии. Возможно, я смогу намешать вам бочонок этого бензина. Ну, ребята, отведайте-ка напиток настоящих мужиков. Корнеплодка по-чикагски. Восхитительно. Но корнеплодка это как-то слишком просто. Назовите напиток со спарилла. В честь матери Генявры, чтобы заткнуть рот старой ведьме. А винни, как обычно, заводят друзей? И оказывают влияние на людей. Объявляю ничьё. Что? Или всё ли ничего, красавчик? Идём, Винсент. У нас есть дела поважнее. Например, найти Лимбургера. Дамы и господа, прибыл барон Монстерский, лорд Лимбургер. В сопровождении мага, шута, и сэра, чумасойда, герцога нефтенова. Смотрите, братцы, кто заявил сэконом на ужин. Как ты смеешь являться в камеру, Лимбургер? Тычь и дракон опустошают нашу землю. Вот тена. А я-то рассчитывал на тёплый приём. Наверное, вы расстроены тем, что ваш замок заражён вредителями. Мой маг мог бы их истребить. Только попробуй, маг. Ты всему своё время. Изложите цель вашего визита, барон Лимбургер, и уходите. Разумеется, ваше величество. В рамках проводимой мною политики «Привет, сосед», я готов сделать вам щадрое предложение в обмен на малозначительную для вас недвижимость. Замок Камелот, Герцик. Самонадеянный шарлатан! Камелот — это неразменная монета, нечестивец! О-хо, сир! Вы скорбили меня до глубины души. Я должен отомстить за свою часть. В общем так, я вызываю ваших рыцарей на поединок. Госвобране! Предлагаю весьма скромную ставку, Камелот. Не вздумайте, ваше величество. Войня рыба не умеет играть, честно. Увы, вызов есть вызов. И по правилам рыцарства мы должны устроить турнир. Прелестно! Тогда начнём бойню! То есть турнир, да. И я буду досить его на счастье, миледи. Так я и знал, они и на мотоциклах. Давайте мы сразимся с этими рыцарями, ваше величество. Нам не нужна помощь, милорд. В атаку! Это как рыбу глушить. Да, простите, босс. Критин несчастный. Однако надо исключить любую возможность честной игры. Карбанкул! Да, мы знаем, что делать ваше зловоние. Сэр Ланселот! Боже мой, какое неожиданное поражение. Поставьте свою печать, и камелот будет моим. Нет, барракуда поганая, турнир не закончен. Пока есть ещё участники. Я протестую! Они не рыцари, а мыши. Это серьёзное нарушение протокола. Они почётные рыцари. Съела моя вторая команда. Рыцари-байкеры круглого стола. Особо не газуйте. Похоже, у Мэрилина с топливом ничего не вышло. Буду носить его на счастье, дорогуша. Задайте им жару! За камелот! Да, за камелот! Задайте жару! Задайте! Посмотри на часы. Пора бы закругляться. Скорее бы у грызунов кончился и драгоценный бензин. Так или иначе, камелот всё равно будет Мэриэн. Наступательный манёвр номер 12. Да, знай наших! Карбункул и Чумазоид исчезли. Лимбургер что-то задумал. Надо срочно узнать, что. Как же мне не хватает джинсов! Что ж, барон Лимбургер, похоже, удача от вас отвернулась. Ваше величество, это только на первый взгляд. Мамочки, эти рыцари роботы. Я пожалуюсь в профсоюз. Продолжение следует. Озвучено по заказу дважды два. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова